Друзья, помните, я разбирала меню этого ресторана, Сава, когда отдали Мишлен? И сейчас я иду пробовать и скажу свое экспертное мнение, вкусно ли готовят на самом деле. Друзья, смотрите, сейчас Денис нас проводит по ресторану и расскажет очень интересные сюжеты этого ресторана и исторические части ресторана. Добрый день, меня зовут Денис, сейчас мы с вами прогуляемся по ресторану Сава, расскажем вам много, наверное, всяких интересных вещей о нашем ресторане. Начнем с исторической ценности, это колонны первого этажа, которые остались неизменны с 1912 года, если не ошибаюсь, да. Это у нас такие вот замечательные колонны. Смотрите, какие красивые колонны, как красиво, да? Как за осмотр. Позвольте, мы прогуляемся с вами по нашему замечательному ресторану. Здесь вот шокар на Барановской, это замечательный ресторан. Здесь расправляются рестораны с сырой. Самое популярное место для фотосессии, как считают девушки, это лестница, замечательная легендарная лестница с Аллой, которая ведет нас прямиком на второй этаж. Опять же, мы встречаем длинный шкаф с благородными напитками. Мы пришли на второй этаж, чтобы увидеть как-то. Ой, как я люблю такие картинки. Так у нас выглядит второй этаж. Там камин? Там камин, который вы фотографии показывали. Это как раз-таки будет там. Подождите, как я обожаю камин. Очень видно. И такая уже новогодняя тематика. Да, мы уже немножечко подготовились. Посмотрите, какой вид на Крим. Посмотрите. Красота. Красиво очень. Шеф-тейбл. Да. Почему так называется? Шеф-шефский стол в переводе, да, что шеф для своих друзей иногда устраивает здесь ужины, завтраки, обеды. Ох ты, я тоже хочу. Слушайте, тут можно вообще мастер-класс, ребята, провалить. Да, именно для этого это шеф-шип. Ой, как классно. Как тут прям так уютно по-домашнему. Какой у вас шеф-порт. Классно. Смотрите, кстати, награды. Шеф настоят. Так, сейчас посмотрим. Самая главная награда это путеводитель из-за Мишелена у нас в сейфе. Где она? В сейфе, в сейфе. А, в сейфе? Да. А хоть копию бы поставили? У нас были случаи, что хотели украсть все, которые целовали его. Ну, всякое было. Ага. Ну да, мы решили бы убрать в сейф пока. Ой, как красиво. Зеркало смотреть, конечно. Стильно очень. И стол. И стол, который увеличивается до 20 человек. Там второй этаж. Это второй этаж, что там? Как красиво. Я люблю такие люстры. Стильные. Хай-текс классики. А это, обратите внимание, все тоже с исторической ценностью. Это все с того времени, не новодел, ничего. Друзья, меню в интернете и меню в ресторане отличаются. Я покажу, какое меню реальное в ресторане и как здесь красиво. Скажите, пожалуйста, вот меню в интернете и меню в ресторане не совпадает. Почему? Расскажите. Смотрите, у нас в меню сделана авторская кухня. Меню зависит от сезонности овощей или тех и на иных продуктов. И каждый раз в три месяца у нас меню обновляется. Так что, если вы кушали что-то летом, к сожалению, зимой это не удастся. Кроме тех неизменных хитов, которые у нас сейчас в меню. Расскажите, что это такое? Это филе оленя с ремоладом из сандирея, с репортином оленяем и пюре из пастернака. Короче, я предлагаю чуть больше. А это что у нас? И угольная треска с кремом из моркови и карри. И соус на основе кокосов-калилка. Спасибо. И какой соус? Соус кайфиле на основе красного вина и чёрной смородины. Красное вину хорошо будет сочетаться с оленем. Спасибо. Спасибо, спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Подождите, пожалуйста, что это за яблочная тарталетка? Это яблоки, а это что такое сверху? Это яблоко. Это фольга золотая, а под фольгой уже на боте мороженое. Под фольгой мороженое, а это яблоко. Да, да.